А сейчас мы перейдем к Слову Божьему, мы будем говорить о том, что Бог говорит в Слове Своем. И проповедь, которую я сегодня хотел с вами поделиться, называется «Куда ведет нас Бог?». Обычно, знаете, в самом начале рассказывают какую-то историю или делают подводку к проповеди, потом говорят об основной теме и раскрывают определенного рода аргументы, в доводы, в итоге делают выводы, и в конце должно быть какое-то практическое применение. Но мне бы хотелось вот в самом начале сказать о том, что, наверное, та проповедь, которую я говорю сегодня, если кто-то не пересмотрит ее на Ютубе, скорее всего, завтра уже не будет помнить о том, о чем я сегодня буду говорить. Тем более, у меня всего полчаса времени, чтобы донести какую-то мысль и чтобы она осталась с вами. И вот в чем дело, у меня нету ничего такого сегодня, чтобы прилепилось к твоему сердцу или к разуму, если каждый из нас, если вы сами не захотите это прилепить. Понимаете? Вот есть какие-то мысли, которые, знаешь, она как цепляется, как колючка вот за тебя. Если вы любите ходить по лесам, по полям нашим, у нас есть такое замечательное растение, репейник, ты по какому-нибудь полю прошел и выходишь, и на тебе много разных колючек, и их еще отодрать надо. Но ты их отдерешь, но колючки от него еще останутся, и это целое удовольствие такое вот, избавляться от этих колючек. Так вот, в любой теме, я бы сказал, даже проповеди, по идее, должна быть какие-то вот такие колючки, которые прицепятся к человеку, и он еще долгое время будет их пытаться отлепить, размышляя об этом. Похоже, у меня сегодня таких колючек нет. Завтра утром ты прочитаешь какое-то слово. Ближе к вечеру, возможно, захочешь посмотреть еще какую-то проповедь. Прочитаешь Библию, и какая-то мысль зацепится за твой разум, и то, о чем я буду говорить сегодня, скорее всего, уже улетучится. И знаешь, и это касается и меня тоже, потому что мысли, которые остаются у нас в разуме и в сердце, это должны быть мысли, которые будут менять нашу жизнь в полноте. Что-то очень-очень-очень важное, что будет кардинально влиять на нашу жизнь. А иначе в этом мире много всего. И вот этот поток информации, сегодня так модно говорить, поток информации в социальных сетях, в различных средствах массовой информации, даже когда мы просто разговариваем с друг с другом, через нас такой поток информации проходит. И ты даже не знаешь, на что акцентировать внимание, чтобы оно осталось у тебя. Оно просто идет мимо тебя, течет как река, и ты какие-то вещи цепляешь, что-то становится интересно, как та колючка. И вот ты поговоришь с каким-то другим человеком, просто встречаешься и говоришь, а знаешь, я вот тут узнал. Буквально вчера мы проводили семейный класс, и у нас была одна пара, у которой годовщина была позавчера, и мы их поздравили. И потом мы говорили с семейными парами о том, как они провели неделю, у них было домашнее задание, они должны были сходить на свидание. И кто-то сходил на свидание, знаете, и вот одна пара рассказывает о том, что у них не получилось сходить в какой-нибудь такой, знаете, хороший ресторан, или в таком приличном кафе посидеть. Говорят, туда-сюда поехали, в итоге единственное, что было открыто, Бургер Кинг, ну на нем написано ресторан. И они рассказали свою историю, и о чудо, у меня оказывается колючка была. Я вдруг вспомнил, что мне сын рассказывал о том, что в социальных сетях он прочитал какую-то историю про рестораны быстрого питания, и я начал эту историю рассказывать. Что к чему? Зачем рассказал? Где-то послезавтра я забуду уже эту историю. И вот так мы живем, вот с этой информацией, которая кочует просто волнами от человека к человеку, и оно кажется сейчас интересным, но в перспективе моей жизни, оно никак не меняет мою жизнь. Это просто информация, которая пришла и ушла. И у нас много такой информации. Так вот в самом начале, наговорив столько слов о том, что, возможно, мою проповедь вы и не запомните, мне хотелось бы сказать, важное для нас сегодня, во-первых, остановиться. Если мы сумеем остановиться вот в этом потоке информации, то следующее, что нам нужно будет сделать, нам нужно будет оглянуться. Оглянуться на свою жизнь, на то, какой она была и что происходит сейчас. И третье, что нужно будет сделать, нужно будет заглянуть. Куда заглянуть? Я вам скажу. Заглянуть в одно место и серьезно подумать о том, что происходит с моей жизнью и куда я на самом деле иду. Потому что туда, куда мы заглянем, ведет нас Бог. То, о чем мы сегодня будем говорить, это место, куда ведет нас Бог. И в самом начале я хотел бы прочитать одно местописание, отрывок из послания к евреям. Послание к евреям, 11 глава, это послание и глава, в которой говорится о людях веры. И, наверное, это один из самых знаменитых людей, который назван человеком веры. Я бы даже сказал, что он назван отцом всех верующих. Это Авраам. Так вот, в послании к евреям, 11 главе, с 8 стиха, о нем написано следующее. Веруя, Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Веруя, обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Яковом, сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Автор послания к евреям говорит нам об Аврааме, человеке, который услышал однажды голос Божий и последовал за Богом, куда он его повел. Это образ для нас, человека верующего, или, скажем так, человека, который однажды услышал благую весть, поверил в то, что ему сказали, что Христос есть Господь, что Он воскрес из мертвых, и через смерть голговскую человеку прощены грехи, а через воскресение Христа человеку даруется надежда на жизнь вечную. Такими были и мы с вами. Однажды, услышав благую весть, мы поверили и последовали за Богом. И знаете, здесь говорится о том, что верою Авраам пошел в землю, не зная, куда идет. Когда человек принимает в жизни свои решения следовать за Богом, когда его цепляет вот эта евангельская весть, благая весть, добрая весть, он начинает путь, но понимает ли, знает ли он, в какую землю идет. Проходя уже годами этим путем, путем верующего христианина, ты понимаешь, что земля, по которой ты идешь, она не всегда настолько приятная. В этой земле есть и такие места, где есть зной. Иногда мы попадаем в тернии. Но вопрос, конечно, по какой причине, но на этом пути с нами происходит очень много разных событий, и иногда возникает ощущение, что мы теряем понимание, куда мы идем. Зачем вообще этот путь необходим? Но про Авраама здесь сказано, что он пришел в землю обетованную, про которую Господь ему сказал, но даже и эту землю он почитал чужой для себя. Знаете, часто мы можем слышать от проповедников или от людей, вдохновленным Словом Божьим о том, что приди к Богу, и твоя жизнь, она изменится, и у тебя будет все, у тебя не будет недостатка в финансах, твое здоровье, оно сразу станет хорошим, у тебя наладятся отношения в семье, у тебя будет все хорошо с работой, вообще никаких проблем не будет. Ну, если убрать некоторые такие вот критические взгляды на свою жизнь, то мы могли бы сказать, что и правда, с течением времени, если человек следует за Богом, он обретает нормальное понимание отношения к финансам, он по-другому начинает к финансам относиться, и на самом деле у человека, который следует за Богом, никогда нет такой прямо сильной нужды ни в чем. У него есть что есть, где спать, во что одеться, у него есть обеспечение, вопрос только в том, что достаточно ли это для жизни человека. Апостол Павел говорит, я вообще научился быть довольным, довольным тем, что у меня есть. Так вот, христианин, он не то, что на него денежный дождь начинает сыпаться, но он становится, научается быть довольным тем, что у него есть. И если меняется твой характер, твоя жизнь, Словом Божьим и Духом Святым, то ты начинаешь выстраивать отношения с людьми, которые тебя окружают, начинают восстанавливаться семьи, на работе отношения могут восстанавливаться, ты в какой-то момент приходишь к тому, что нужно прощать людей, и ты принимаешь решение простить обидчиков своих, которые у некоторых обиды годами просто лежали в их сердце, и в какой-то момент ты понимаешь, что вот дальше за Богом идти, тебе нужно освободиться от этих обид. И ты открываешь сердце свое, эти камни Бог забирает, и ты начинаешь быть свободным. Когда человек начинает вести нормальный образ жизни, быстрее, будучи верующим, здоровье его, так или иначе, оно восстанавливается, и знаете, не так много всего я слышу среди верующих людей, как можно было бы услышать среди тех, которые с болезнями еще и усугубляют свои болячки. И так обо всем можно было бы говорить. И если послушать первую проповедь, о которой я говорил, что у тебя все будет, это кажется настолько вот прямо большим, но если посмотреть на жизнь, ты понимаешь, что жизнь, она все равно меняется. Это правда, Бог изменяет жизнь. Но правда, не вот так Он ее меняет. Так и с Авраамом. Но Авраам, придя в землю обитованную, в землю лучшую, он на нее смотрел, на эту жизнь, и говорил, это не то, это не то, что Бог приготовил для меня. И написано, что Он ожидал города. Он ожидал города, места жительства, у которого есть твердое основание, и художникам и строителям, которого есть сам Бог. И это образ для каждого из нас. Мы в свое сердце должны были бы положить некий образ, место, куда ведет нас Бог, художникам и строителям, которого является именно Он. Когда мы читаем с вами Библию, она рассказывает нам замечательную историю искупления. Она рассказывает нам о том, что, как Бог сотворил мир, как человек впал в грех, как все испортилось, но у Бога есть план искупления, и план того, как привести, создать себе новый народ, который будет жить вместе с Ним. И в самом конце, в самой последней главе этой книги рассказывается о том месте, куда Он нас ведет. Мы с вами сегодня находимся где-то, возможно, в середине этого повествования, вот между воскресением Христа и Его вторым пришествием. Его второе пришествие будет перед самым концом. И вот где-то вот в этом месте книги мы находимся. Это как если бы мы с вами читали какую-то хорошую книгу, и мы ее дочитали уже до половины, но на самом деле хочется узнать, что там в конце. Нет у вас такого ощущения, что в конце-то что? Потому что то повествование, которое ты прочитал, оно не всегда укладывается, и ты думаешь, это почему произошло. А здесь почему такое было принято решение? А почему главный герой, то есть я пошел вот в этот момент туда? Почему вообще со мной это происходит? Это же книга о нас, да? И так хотелось бы, знаете, открыть последнюю главу, самый конец, и почитать, чем же все закончится, что тут написано. И если бы у нас была такая возможность, мы открыли бы, посмотрели, прочитали, и нам бы сразу все стало понятно. Вот все те недопонимания, те мелочи, которые происходят, какие-то события, которые неясные бывают в нашей жизни, вот если прочитать, чем все закончится, все сразу встанет на свои места. Но вот в чем дело. Бог не открывает нам, что конкретно произойдет со мной, но все-таки в Библии есть последняя глава, есть последняя книга. И это книга Откровения. Книга, в которой много различных событий описано. И когда люди переходят к книге Откровения, обычно они начинают думать, начинают размышлять о том, когда, что, и думают, что эта книга, чтобы ввести дату второго пришествия Христа и того, как вообще все там будет в последний день происходить. За последние, наверное, 10 лет я так часто слышал о том, что Христос должен прийти завтра или послезавтра. Я думаю, и люди ссылаются на книгу Откровений в том числе и рассказывают о том, как это должно произойти и когда это должно произойти. Знаете, а я смотрю в эту книгу, я вижу совершенно другое. Я вижу там место, куда мы идем. Я вижу там события того, как все закончится. Мне, честно говоря, даже не интересно, когда это закончится все, когда это произойдет. Ведь на самом деле, пока мы с вами здесь сидим и слушаем меня. Возможно, уже в этот момент архангел берет трубу и подносит ее к своим губам и должен прозвучать тот самый трубный зов, который соберет на Божий народ, а Христос уже готов вступить своей ногой на облака, и в этот момент церковь должна будет встретиться со Христом. Возможно, прямо сейчас это уже начинает происходить, а может быть и нет. И знаете, и как-то это вот будоражит. Но когда бы это ни произошло, меня больше интересует, куда мы идем. Потому что, осознавая, куда ты идешь, как Авраам, в твоем сердце рождается надежда. Надежда, что зной этой жизни однажды закончится. Что терни, которые иногда встречаются, на твоем пути, их уже не будет. Что те непонимания, которые были в твоей жизни, вот здесь, на этой земле, они все уйдут, и всякая слеза, если она была, она будет утерта в жизни человека. Знаете, нам нужно понимать, куда мы идем, по трем причинам вообще. Понимать, о чем рассказывается нам библейская история. Потому что, если мы хотим идти в правильном направлении, нам нужно знать, куда мы идем. Нам нужно понимать, это место, и оно должно быть в нашем разуме, как про Авраама сказано. У него в разуме был город, в который он хотел попасть. Но это город, не на этой земле. Это город, художником и строителем, которого является сам Бог. только имея вот эту конечную точку, понимая ее, мелочи, всякие мелочи и события в нашей жизни начинают обретать смысл. Потому что мы будем смотреть на них с позиции вечности. и третье, вечность будет учить нас тому, что на самом деле важно в нашей жизни. Что является центром всего. Знаете, без вечности, без понимания того, куда мы идем, вся библейская история, она лишена смысла. В своем первом послании Коринфянам апостол Павел в 15 главе 19 стихом говорит о воскресении Христа. И он говорит о том, что если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Если мы пришли к Богу и мы надеемся на Христа, что Он решит наши проблемы в семье, работе, в финансах, в здоровье, еще в чем угодно, в отношениях с другими людьми, в конце концов, в самоуважении или самореализации, если мы только на Христа в этой жизни надеемся, апостол Павел говорит, мы несчастнее всех людей. Потому что Бог ведет нас в землю, которая никак не похожа на то, что есть на этой земле. Вы знаете, если Бог нас правда никуда не ведет, то следование за Христом это будет огромное разочарование. Тогда не надо прощать. Тогда не надо терпеть. Не надо любить. Ничего этого не надо. Не надо прилагать усилий каких-то. Если там ничего нет. Но почему я об этом сегодня говорю? Потому что, к сожалению, на этом жизненном пути мы иногда теряем этот ориентир. И нам кажется, что нету надежды. Что-то не меняется. Не знаю, муж там, жена не меняется. Начальник на работе не меняется. Финанс денег больше не становится. Пенсии обещали добавить, но добавили совсем чуть-чуть. Зарплату ты ожидаешь, а работодатель говорит, пандемия. Ну дадим так, чтобы не это плохо совсем не было. Ну так ни на что больше не рассчитывайте. Ты думаешь, с кем-то пойду восстановлю отношения, просто хочешь по душам поговорить, а в итоге получается еще хуже. Так бывает с жизнями людей. Нет ли тогда совсем вообще никакой надежды? Я хочу сказать, надежда есть. Смысл библейского повествования есть. Почему? Потому что есть что-то большее, к чему Бог нас ведет. И об этом говорится в Слове Божьем. Если мы, как Авраам, сможем взять этот образ, то мы сможем пройти все трудности. Я хочу вместе с вами прочитать довольно большой отрывок из книги Откровения 7 главы. Но перед тем, как мы его прочитаем, знаешь, я хочу рассказать один пример. Просто представь себе, что вы решили купить квартиру. и вы пришли, чтобы посмотреть квартиру, которую продают. Ну, там, честно говоря, старые окна и зимой сильно дуют из щелей в этих окнах. В комнате отваливаются обои. В санузле надо вообще все менять и клеить новый кафель. в спальне, в которой вы планируете спать, надо менять линолеум и вообще работы очень много. Что вы будете делать? Один человек посмотрит на это все, скажет, ой-ой-ой, не, тут вообще невозможно жить. Это надо менять, то надо менять, здесь надо делать. Это же сколько всего делать надо. Нет, а что там во дворе? А во дворе тоже. Ни песочницы тебе, ни клумб, ни парковки для автомобиля, ничего, ни лавочек для бабушек. И человек говорит, ой-ой, нет, я это, пойду я отсюда. Заходит другой покупатель, смотрит и говорит, здорово, вот здесь мы поставим гарнитур, есть возможность поменять окна такие, какие мы хотим, линолеум, нам этот линолеум не надо, мы другой постелим, тут кровать поставим, там шифонер поставим, здесь картины повесим, обои отваливаются, ерунда, мы хотели стены покрасить краской и сделаем в тех цветах, которые нравятся мне. Знаете, возможности и у того, и у другого одинаковые. Только один, смотря на все это, не верит в то, что что-то можно сделать, а другой смотрит и говорит, придется потрудиться, но мы это все сделаем, пройдет время, но мы достигнем того, чего хотим, у нас все получится, просто один приходит и хочет все сразу и сейчас, а другой приходит с надеждой, у него есть образ, он смотрит на этот образ и он верит в то, что он это сделает. И знаете, и однажды у него все обязательно получится. Теперь давайте прочитаем из книги Откровения седьмой главы с девятого по семнадцатый стих. Такой большой отрывок, но который говорит о том, куда мы идем. Я хочу вам прочитать в современном русском переводе, вы можете читать в синодальном, он не сильно отличается, просто мне нравится, как в новом русском переводе это звучит. Послушайте, может быть, если не будете читать, просто будете слушать, даже закройте глаза, просто попробуйте это представить. Потом я увидел огромное неисчислимое множество народа. Там были люди из каждого рода, каждого племени, каждого народа и каждого языка. Они стояли перед троном и перед ангцем. На них были белые одежды, в руках они держали пальмовые ветви. Они громко восклицали спасение у Бога нашего, сидящего на троне и у ангца. Все ангелы стояли вокруг трона, старцев и четырех живых существ. Они пали перед троном на свои лица и поклонялись Богу. Они говорили Аминь, хвала и слава, мудрость и благодарность, честь, власть и сила у нашего Бога вовеки. Аминь. Затем один из старцев спросил меня, кто эти люди одеты в белые одежды, откуда они пришли? Я ответил, ты знаешь, господин мой. Он тогда сказал, это те, кто пришел от великой скорби. Они омыли свою одежду и отбелили ее в крови ангца. Поэтому они стоят перед троном Бога и служат день и ночь в его храме. И сидящий на троне раскинет над ними свой шатер. Они больше не будут голодать и томиться от жажды. Их больше не будет палить солнце и никакая жара. Агнец, находящийся среди трона, будет пасти их и поведет их к источникам живой воды. И сам Бог сотрет всякую слезу с их глаз. В этих стихах описывается история о людях, которые стоят перед Богом и преданцем у его престола. И они восклицают и говорят спасение у Бога нашего сидящего на троне Иоаннца. Знаешь, это отрывок небольшой, который говорит о том, где будем стоять мы. Если ты сегодня веришь во Христа, и Его искупительная жертва на самом деле имеет смысл для твоей жизни, и Дух Божий производит свою работу в твоей жизни, просто представь себя среди этих людей. Это то место, куда ведет тебя Бог. И здесь написано, что эти люди, они не будут больше переживать жажду, зной, они не будут рыдать, у них не будет печали. Бог ведет нас в город, имеющий основание художником и строителем, которого является Он Сам. Имея это понимание, мы обретаем надежду. Имея это понимание, мы знаем, что все, что на этой земле, оно по сути своей чуждо нам. Но Бог все, что хотел, Он будет обязательно делать, и то, что Он вознамерился сделать, доведет до конца. Даже если ты сегодня проходишь трудные обстоятельства, даже если сегодня тебе не в моготу, Бог будет заполнять собою те пустоты, которые возникают в твоей духовной жизни, для того, чтобы изменить в первую очередь тебя, преобразить в образ Христов, чтобы в конце времен тебе предстать пред Его престолом. Это место, куда ведет нас Бог. Пойдем ли мы туда, доверимся ли мы Ему, это наше решение. Поэтому, как я и сказал, для этого надо сначала остановиться, потом оглянуться, оглянуться на свою жизнь, посмотреть, что в ней происходит, а потом заглянуть в вечность, в будущее, увидеть себя там и понять, что Бог тебя туда ведет. Аминь. Аминь.